Слых, тиск, сатурация, норма, медагляд В последнее время в городе Минске регистрируется плановый сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Заболеваемость характеризуется как средней интенсивности. Болеют как дети, так и взрослые. Удельный вес заболеваемости примерно 50 на 50%. Среди всех респираторных вирусных инфекций наиболее опасен своими осложнениями, своим течением это грипп и инфекция COVID-19, как мы знаем, Которые вызывают наиболее количество тяжелых осложнений, как со стороны дыхательной системы, это пневмония, это тяжелые бронхиты, так и со стороны других органов и систем, сердечно-сосудистой системы, нервной и других. Ну, а вы, наповестно, штаммы разные циркулюют, что можно сказать на конд гидага? Ну, в настоящее время результаты лабораторных исследований позволяют говорить о том, что циркулируют примерно в одинаковой доле как вирусы гриппа, это и гриппа А и Б, так и вирусы негриппозной этиологии. То есть это и вирусы парагриппа, и респираторно-синтезиальный вирус, и аденовирусы. То есть в равной степени этиологическая структура довольно широка. Следует отметить, что циркулирующие в настоящее время вирусы гриппа относятся к тем же генетическим штаммам, которые включены в вакцину в текущем эпидемическом сезоне, поэтому вакцина в данном случае эффективна. Ну, а на конд вакцины цени поздно рабить с пращепки сапер? Сдавался б, калле пачалася, выжу, гэта ситуация с захворальностью? Ну, вообще хочу сказать, что для предупреждения гриппа и других респираторных вирусных инфекций существуют различные способы защиты, но наиболее эффективные, безопасные и доступные средства профилактики – это, конечно же, вакцинация. В текущем сезоне в городе Минске уже завершена кампания иммунизации против гриппа. Традиционно она проходит ежегодно с сентября по ноябрь. В текущем сезоне всего в столице против гриппа привито более 40% населения, это более 744 тысяч человек, в том числе около 185 тысяч детей. Ну, калле я правильно разумею, калле, кто сегодня захочет зарабить пращепку, то уже в посудностях это… Ну, да, так как, как бы, есть вопросы формирования иммунитета, то есть профилактические прививки против гриппа вызывают формирование иммунитета, начиная от 7 дней до 3 недель, поэтому, как правило, мы организуем кампанию вакцинацию до предполагаемого сезонного подъема инфекции, чтобы у населения выработался иммунитет. Ну, а калле казаць про грипп H1N1, я думаю, что многие его узгадываюць, ци циркулюю юн сёння и, ну, ци варто бояться? H1N1, он циркулирует, но это без эпидемического потенциала, это тот вирус, который, в принципе, ежегодно у нас циркулируется, и мы с ним встречаемся. Это не тот свиной грипп, как говорят. Это когда-то он был с пандемическим потенциалом, сейчас это сезонный штамп. Ну, я так, калле сразумела правильно, можно не бояться вось полтора ситуации того самого свиного гриппа, який был там, ну, некоторую колькость гадал таму, так, гэта краху иншая уже ситуация. Да, и другая, потому что тогда, когда грипп появился, штамп впервые, население иммунитета к нему не имело, соответственно, были высокие уровни заболеваемости. После этого циркуляция вируса происходит ежегодно, у населения сформировался иммунитет, плюс у нас довольно высокие ежегодные охваты вакцинации, поэтому будем надеяться и прогнозировать, что таких высоких уровней заболеваемости не будет. Если можно совмещать прощепки от ковида и прощепки от гриппа, ну, калле, на вот я на ранее была зроблена, вы теперь наверх, так бы, мовите, еще и от ковида. Ну, назначение профилактических прививок осуществляется, как правило, врачом-специалистом, в соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения допускалось, да, мы проводили совместное применение вакцины против ковид-инфекции и вакцины против гриппа. При условии одномоментного введения в разные участки тела. Хотелось еще отметить, что в настоящее время проводится активно кампания вакцинации против ковид-инфекции ковид-19. Гриппа завершена, а ковид-19 мы активно прививаем, в том числе бустерная вакцинация. В настоящее время привито уже более миллиона ста тысяч человек в городе Минска против инфекции ковид-19. Ну и, к слову, тоже отметить, что вакцинация как против гриппа, так и против инфекции ковид-19 уменьшает вероятность развития именно тяжелых форм заболевания, снижает скорость передачи вируса среди населения, поэтому крайне важно пройти полный курс с бустерной дозой. Но, коли сказать иншими словами, то захворить все равно можно, а ли оттяжение будет иншим? Да, да, мы говорим именно о предупреждении именно тяжелого течения форма. Я нагадаю, что размавляем мы про грипп, всякая эпидситуация высветляем, вернемся литерально про некольких хвилин. Медагляд Вертаемся до размавы. Я нагадаю, что в нашей студии урач-эпидемиолог Минска городского центра гигиенной эпидемиологии Наталья Колосёк И размавляем мы про грипп, про той самый сезон, коли, здавалось бы, ну, кожному хочется найти какие-нибудь так меры профилактики, кабы все-таки не захворыць. И, коли сказать про то, кому все-таки больше треба обороняться, гэта хто? Ну, профилактические прививки против данных инфекции, о которых мы сегодня говорим, это грипп и COVID-19, необходимо проводить в первую очередь группам высокого риска тяжелого течения инфекции, то есть тех, у кого могут возникнуть осложнения. Это дети до трех лет, это лица более старшего возраста, это дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица с иммунодефицитными состояниями. Также, кроме этого, иммунизация актуальна тем лицам, которых высокий риск заражения гриппом, то есть постоянно находящиеся в высоком риске и в контакте с заболевшими лицами. Это и медицинские работники, и работники учреждений образования, это и дошкольники, и школьники, дети, это и работники учреждений социального обслуживания, и лица, занимающиеся жизнеобеспечением нашего города, то есть те, у кого довольно высокие риски заразиться. По великим рахункам, великая колькость людей, можно сказать, конечно, конечно. Ну, в принципе, всем, плюс еще и, скажем, если человек желает и не относится к группе риска, это тоже... Ну, а вот тут у нас святы, так, и многие, конечно, конечно же, сострыкаются в великой кампании, кто-то у семьи, кто-то у себя в раме, и напылно у такой ситуации мытье рук, ношение масок – это обошнее, про что узгадывается, тым не меньше. Усёг это можно речать профилактикой, и варто памятать про это навыто святучное. Да, конечно, особенно в праздничные дни, когда предстоят массовые, скажем так, контакты, да, людей. То есть в целях комплексной защиты, помимо вакцинации, обязательно нужно соблюдать ряд вот этих правил. Это исключить и тесный контакт с людьми с симптомами заболевания, это избегать посещения общественных мест, лучше всё-таки где-то более в узких коллективах, где уверены, да, что все здоровы. Массовые мероприятия, конечно, тоже лучше ограничивать, при невозможности ограничить посещение, тогда соблюдать социальное дистанцирование, да, о котором тоже мы уже хорошо знаем. При невозможности соблюдения социального дистанцирования, тогда использовать средства индивидуальной защиты, это те маски. Плюс обязательная гигиена рук, это мытьё рук водой с мылом и использование антисептических спиртсодержащих средств. Также проветривать помещение, проводить влажную уборку и соблюдать респираторный этикет. То есть если человек кашляет, чихает, то необходимо использовать носовой платок, предпочтительный, одноразовый, да, который после этого выбрасить. Если нет носового платка под рукой, то не в ладони, а в сгиб локтя, чтобы потом ладонями не потрогать поверхности и не поразносить, скажем, возбудитель инфекционных заболеваний. Ну и стараться не прикасаться к лицу немытыми руками, тоже какая-то измера профилактики. Цей застрюкается сегодня ситуация подвойного вируса, грипп плюс ковид. Гэта напыл на ну таке особливая тяжкая цячэння, калю это подвойный вирус. Да, сочетанное инфицирование ковид-инфекцией и гриппом вполне вероятно. Более того, в мире появился новый термин тридемия. Это тройная и микс инфекция. Это заражение одномаментной инфекцией ковид-19 с гриппом и респираторно-синтезиальным вирусом. То, с чем уже столкнулись ряд стран. На фоне более раннего и активного сезонного подъема заболеваемости гриппом, роста количества случаев инфекции ковид-19 в некоторых странах мира отмечается рост числа выявлений и респираторно-синтезиального вируса. Сочетание таких вирусов чем опасно? Тем, что они поражают один орган-мишень. Это дыхательная система. И, как правило, способствует более тяжелому длительному течению заболевания более высокий риск развития осложнений и неблаговырятного течения. Если по статистике в мире такими микс инфекциями это вовлечены в эпид-процесс дети до 5 лет, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, опять же, с иммунодефицитными. Поэтому, вместе с тем, хочется сказать, в нашей стране, если человек вакцинирован против коронавирусной инфекции, против гриппа, то вероятность заболеть именно микс инфекцией и иметь выраженную симптоматику тяжелого течения, конечно же, минимально. Я думаю, что многие, я крайне узгадываюць про народные сродки, на кашталл меда, лимона, ну и инши, вось таки, на кольки варты их выкорастовыц, на кольки они могут сюда помахчы? Ну, опять же, хочется сказать, что защита против инфекционных заболеваний, которая создается вакцинами, является высокоспецифичной, профессиональной в отношении вирусов и, конечно, в разы эффективнее защиты народными средствами. Однако, в целях комплексной профилактики инфекционных заболеваний тоже можно использовать и витаминно-минеральные комплексы, и народные другие средства, также обязательно придерживаться здорового образа жизни, это полноценный сон, рациональное питание, физическая активность, регулярные прогулки на свежем воздухе, да, все это в комплексе, конечно, защищает нас от инфекционных, в том числе, заболеваний. Ну, и давайте, я шармяркуем то, что робить, калю все ж таки захварел, кабы гэта было, ну, не так складано, тяжко и страшно. При первых симптомах заболевания нужно, прежде всего, оставаться дома, чтобы не только усугублять свое течение заболевания, но и не заражать окружающих. Также хотелось отметить, что не отправляйте заболевших детей на утренники, на культурно-массовые мероприятики, в сад, в школу, как бы тоже, чтобы снизить уровень распространения инфекционных заболеваний. Ну, и важно также вовремя заняться лечением себя, для чего необходимо обязательно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе, при инфекции COVID-19 недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое соответствующее лечение, которое соответствует состоянию конкретного пациента, возрасту, учитывая его какие-то сопутствующие заболевания. Также крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на иммунную и другие системы организма. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, своевременно принимать лекарства. Также рекомендуется обильное питье. Ну, это может быть и чай, и клюквенный, и брусничный морс, и минеральная вода, то есть в принципе что угодно. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, например, если в квартире, то заболевшего рекомендуется изолировать от здоровых лиц, по возможности в другую комнату. При кашле и чихании больной должен прикрывать рот или нос платком, салфеткой, возможно, где-то маску одеть тоже. Помещение, где находится больной, тоже необходимо регулярно проветривать, проводить там влажную уборку, можно применять дезинфицирующие средства, которые действуют на вирусы. Ну и общение с заболевшим следует ограничить, а при уходе за ним использовать, как я уже говорила, средства индивидуальной защиты, это маски. Ну что ж, хочется пожедать всем быть здоровыми, тем более, что Новый год у нас так начался, и хочется, чтобы он был счастлив, радостный и без хвороб. Будем сподеваться, что так и будет. Спасибо, Наталья, что пришли, рассказали. Для наших слухачев, я напоминаю, что в нашей студии была урач эпидемиолог в Минских городских центрах гигиены эпидемиологии Наталья Каласюк, Март Худалей, так сама была с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok